Скажите, пожалуйста, какой должна быть дружба в сознании Кришны? Наша дружба должна основываться на уважении, уважении друг друга. Даже если у нас случаются конфликты интересов, то, конечно же, на самом деле это и не означает, что если дружба, то вы всем нравитесь. Мы должны быть готовы к тому, что будут люди, которым мы не понравимся. И это развить отношения сложно, такие отношения сложны. И поэтому нам необходимо определенную дистанцию держать. Это должна быть уважительная дистанция. Мне кажется, это был 1972 или 1973 год, когда Шила Прабхупада пригласил своих духовных братьев на фестиваль в Майяпуре. И многие его духовные братья приехали на это собрание. И, безусловно, это были начальные годы, начальный этап проповеди Шила Прабхупады. И многие духовные братья знали хорошо о том, какие нововведения Шила Прабхупада ввел внутри своего общества. К примеру, он давал инициации женщинам, брахманические инициации. Позволял женщинам жить в ашрамах. Это было революционное изменение в отношении гаудио-вайшнавской традиции. И некоторые духовные братья очень благоприятно отзывались об этих нововведениях, об этих новшествах. Но некоторые были очень жестко высказывались по этому поводу, и некоторые были очень критически настроены. И, если я правильно помню историю, то после этой встречи Матаджи Малати попросили раздать просад. И большинство духовных братьев чувствовали себя, так сказать, в неловком положении из-за этого так же. И Прабхупада понимал их озабоченность. Но он сказал, что эта вайшнави, она готова за меня глотку перерезать. А я, в свою очередь, готов свое горло перерезать ради нее. Так или иначе, он однажды позвал к себе в комнату лидеров. И он, поскольку Шила Прабхупада был озабочен тем критицизмом, который высказали его духовные братья. И он нам давал два наставления в отношении общения с его духовными братьями. И его наставления были такими «Не общайтесь, но при этом не оскорбляйте». Не общайтесь, потому что они, прежде всего, не понимают мое умонастроение проповеди, настроение моей проповеди. И они не понимают острую необходимость, которая существует в это время, в этом мире, для того, чтобы распространить сознание Кришны. Но не оскорбляйте их, потому что они являются вайшнавами. Поэтому мы находимся на уважительной, держим уважительную дистанцию с ними. И вот с такими ситуациями именно так Шила Прабхупада справлялся. И мы должны следовать ему примеру и таким образом вести себя в нашем обществе. Поскольку всегда мнения будут разными, будет расхождение во мнениях. И, согласно словам Шили Прабхупады, это неплохо, поскольку мы являемся движением персоналистов. И поэтому мы должны дружить. Мы должны пытаться сотрудничать. Но по той или иной причине, если мы не можем этого делать, то мы должны находиться, мы должны держать уважительную дистанцию друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok